Позиция Беларуси по работе ОДКБ и ситуация на армяно-азербайджанской границе, она по-прежнему четкая и последовательная. Важно выходить на разрешение конфликтов в Закавказье и не дать разгореться другим пожарам в Центрально-Азиатском регионе. ЦАП ЩИА реагирует на угрозы. Сегодня Александр Лукашенко провел встречу с генеральным секретарем организации договора о коллективной безопасности Станиславом Засем сразу по горячим следам откровенной и прямолинейной дискуссии лидеров объединения. Минск всегда занимал активную позицию в ОДКБ. В следующем году Беларусь будет председательствовать в организации и сейчас на завершающем этапе работа по подготовке приоритетов. Требования президента по ним никаких абстракций, а только решение насущных проблем. Подробнее Наталья Бреус. Международный статус Станислава Засе, кажется, не сильно изменил отношение к нему белорусских журналистов. Он сегодня хоть и персона с интернациональным размахом, но для прессы по-прежнему свой. Хотя Засе уже почти три года как работает на посту генсека ОДКБ и каденция близится к завершению. Ты там в Москве не засиделся? Нет. Кстати, уже не про меня, но вот три года для генсека, когда срок маленький, не знаю еще. Это на будущее просто стоит подумать, потому что реально очень много направлений деятельности. И пока ты все охватишь и станешь чувствовать себя уверенно, надо время. И время очень быстро пролетает, и три года это, конечно... Ну, это мы обсудим на ближайшем заседании. Хорошо, что сказал. Можно подумать, что генеральный секретарь готовит почву к предстоящему саммиту лидеров. Он планируется во второй половине ноября. Организация встречи, конечно, зона его ответственности, но в целом ОДКБшную вотчину завидной или легкой не назовешь. Далеко ходить не надо. Это было заметно и по накалу дискуссии глав государств в конце прошлой недели. На кону мир в Закавказье. Сегодня снова в разговоре вернулись к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе. Все-таки ты сам бывал там, видел, что происходит. И начальник объединенного штаба работал. Все-таки это специалисты. Например, когда предлагалось туда послать миссию ОДКБ, я подумал, а что у нас сильнее ЗАСЯ есть люди здесь, в Беларуси. Они что, разберутся лучше? Ну, это не только потому, что я похвалить тебя хочу. Вы втянуты в этот процесс. Вы видите, что там происходит. Ну, так наблюдайте и докладывайте. Зачем еще туда посылать каких-то наблюдателей от Беларуси, России и других? Ну, что там телепаться возле России? Ну, закончилась война. Ясно, чем закончилась. Определились стороны, что им нужен посредник. Грубо говоря. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России. Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, и с Ираном, и между Арменией и Азербайджаном. И так далее. Ну, что еще надо? Пускай в этом направлении работают. Я не зря сказал, что идет определенная игра. Я понимаю, какая игра. Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Ну, зачем? Ну, понятно же, зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься. Накануне в Сочи прошли переговоры в самом логичном и приемлемом сегодня трехстороннем формате. Путин, Алиев, Пашинян. Вышли на заключение мирного договора между Ереваном и Баку? Пока нет. Но развязки ищут. Россия помогает и без всякого западного участия. Почему Лукашенко так остро реагирует? Еще с давних времен наш президент призывал и армянскую, и азербайджанскую сторону договориться миром. Проговаривал варианты и с Баку. И с Ереваном. В свое время, когда, по-моему, мы председательствовали в очередной раз в ОДКБ, я занялся этим вопросом. Я поехал к Ильхаму, переговорил с ним, по-дружески поговорил. И я ему задал вопрос, так шутя, говорю, Ильхам Гидарш. Ну, надо Армении помочь, если договоритесь. А речь шла о пяти с половиной или шести там этих районах, азербайджанских районах, которые были, как они констатировали, захвачены армянами. Армяне признали, что это не наша земля, это азербайджанская, кроме Карабаха. Ну, так верни ее. И если бы тогда, когда я предложил это сделать, вернули эти районы, войны бы не было. У Ильхама не было бы, ну, грубо говоря, мотивации начинать эту войну. Ну, ты просил район, и отдали. Остался статус Карабаха. Ну, решали бы в спокойном режиме. Но тогда же не согласился ни Серж Сарксян, ни потом Никол Пашинян. Этот вопрос я дважды поднимал. Я вот сказал, что я Ильхаму задал тогда вопрос. Слушай, ну, договоритесь, надо как-то же помочь Армении, чтобы народ видел, что вы помирились, замирились и так далее. Ну, богатый человек тогда действительно, и нефть очень дорого стоила и прочее. Ну, сколько бы ты вот мог инвестировать в Армению? Ну, говорит, минимум миллиардов пять. И засмеялся. Но главное, строили трубопроводы. Они же пошли вокруг Армении. А Ильхам предлагал через Армению эти газопроводы, нефтепроводы. Говорит, зачем мне вокруг на Грузию идти? Я пойду через Армению. Это нам выгодно. И в Турцию, и дальше. Выгодно? Выгодно было. Нет. Ну, и что? Поставили президента Азербайджана в угол. Ему не оставалось другого решения, как силового решения. Дальше тянуть нельзя было. Больше миллиона беженцев создавали напряжение. В общем, суть. И я уже как бывалый человек в политике, я это прошел. Что сейчас играться? Сейчас надо окончательно, если договорились, мириться. Надо замириться. И не надо придумывать там. Ну, вот бывал же ты там где-то в горах, как мне рассказывали. Делят эту границу. Ну, слушай, какие горы? Ну, договоритесь. Нахечевань, чтобы был свободный проезд. Вроде бы с этим сегодня Карабахом, Нагорным Карабахом решили. Но пока Россия там обеспечивает этот процесс. Ну, зачем сейчас убивать друг друга? Почти 300 человек убили. И еще о чем-то рассуждают. Надо успокоиться и договориться. Вот откуда моя позиция. Оттуда, из дальних времен, 10 с лишним лет тому назад. Поэтому я так и жестко реагирую на это. Не сомневаемся, что таких инсайдов в рукаве белорусского президента миллион. В политике Лукашенко давно. Но публичит это не ради хайпа. Эти подробности просто проливают свет на перипетии происходящего в регионе. Все решаемо было бы желание. Смотреть на вещи глобальнее, призывал наш президент Калека. Не поддаваться на западные провокации и уловки по подрыву коллективной безопасности. Конфликт этот надо заканчивать. И не дай бог, мы еще будем разжигать конфликт на таджикско-кыргызской границе. Это тоже не допустимо. Да, тоже хотел поговорить на эту тему. Да, надо это заканчивать. Но это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ. Ну и мы ставили там несколько вопросов по работе ОДКБ. В том числе по следствиям массовой информации, по прогнозированию, по реагированию на кризисные ситуации. Много вопросов. И чтобы нас там не называли бумажным тигром или еще как-то, нам надо активизироваться здесь. Ну если кто-то не хочет работать, ну Господь с ним. Но надо работать с теми, кто хочет в ОДКБ работать и забить раз и навсегда этот железобетонный кол или столб, вокруг которого мы все будем вертеться и крутиться и показывать всему миру, что есть такая военно-политическая организация. Вот в чем позиция Беларуси. Мы за это. Но без всяких игр и использования ОДКБ в решении внутренних политических каких-то проблем. У всех они есть, но у нас ОДКБ не для этого создана. Можно критиковать белорусского лидера за прямолинейность и чрезмерную открытость, но упрекнуть за формальный или равнодушный подход в ОДКБ ни у кого язык не повернется. Минск всегда занимает активную позицию в организации с предложениями на злобу дня. В следующем году Республика Беларусь будет председательствовать ОДКБ. И сейчас в стране уже на завершающем этапе идет работа по подготовке приоритетов на следующий год для организации договора о критерной безопасности. Требования угла государства, оно такое традиционно простое и понятное. Приоритеты не должны быть такие абстрактные, надуманные. Они должны касаться именно тех насущных проблем, с которыми скаталкивается наше организация сегодня. Поэтому сейчас тоже подключимся и совместно с Министерством стран дел, другими заинтересованными ведомствами будем участвовать в работе по подготовке тех приоритетов Республики Беларусь на следующий год. Я благодарен президенту за такую откровенность. И, кстати, нужно отметить, что вот этот такой прямой подход, честный и откровенный, был продемонстрирован в ходе прошедшего саммита глав государств на прошлой неделе. И я так думаю, что по достоинству оценен наше государство. Будет ли интересным предстоящий саммит лидеров УДКБ? Безусловно. Накаленным? Возможно. В вопросах войны и мира просто не бывает. Но с подачи белорусского лидера объединение ставит высокую планку. Не занять чью-то сторону в драке, а помочь по-настоящему помириться. Наталья Бреус, Вероника Бута и Александр Олешко. Агентство теленовостей.